Начнем мы с щелкогольных объективов. Это тренд на сегодняшний день, это интересные решения. Почему? Потому что они позволяют нам показать наших героев в естественной среде обитания. Это могут быть растения, это могут быть насекомые, это могут быть мелкие животные. И характерны щелкогольные макрообъективы тем, что мы можем видеть задний план, мы можем видеть, как и где они живут. Совсем недавно вышла на рынок такая интересная, я не снимаюсь в маркетинге, просто рассказываю о тех интересных решениях, которые другие фирмы еще не могли сделать. Компания Sony выпустила беззеркальные миниатюрные камеры Nex и к ним 30-мм макрообъектив. Вот это примерно сделано 30-мм макрообъективом. А если зажать диафрагму до почти предельных значений, это, может быть, пуристы или любители качества не оценят этого приема. Но если зажать диафрагму до 11, 16, 22, мы получим достаточно собранный плотный задний план, который, возможно, может быть интересен. Тот же самый объектив, расстояние, видите, здесь мох-политрихум, я не знаю, кто знает, биологи, наверное, знали, так и Кукушкин-Лен обычно его называют. Он превращается при помощи макрообъектива у нас в некий лес. То есть мы изменяем масштабы объектов относительно себя, и таким образом снимок получается интересен. Если бы это было снято стандартным макрообъективом, мы получили бы одну вот эту коробочку, ниточку коробочку мха, размытый задний план, и, в общем, получился бы стандартный снимок. Та же самая ситуация. Это цветы северной орхидеи, пальчатокорельник, балтийский у нас, если не ошибаюсь, балтийский или пятнистый? Это пятнистый. Но неважно. Мы попробовали макрообъективом ввести передний план, выделить план задний какой-то. И дело в том, что орхидеи практически никогда в наших условиях, в нашей российской природе не растут кучами, туртинами. За много лет работы с этими объектами я два раза в жизни видел, когда их много, и попытался передать, что их много, и рядом они находятся. То есть им хорошо, они в хороших условиях находятся. Поэтому я применил именно такой объектив, чтобы был у меня и передний план, видно, что цветы, и главная часть снимка, чтобы была... При этом расстояние до цветов было несколько миллиметров. Опять же, шарфугольные объективы, они малоприменимы все-таки при работе с пугающимися или движущимися объектами, потому что расстояние до объекта становится очень мало. Это проблема шарфугольных объективов. Когда мы пытаемся поснимать действительно какие-то дикую жизнь, как ведут себя те или иные наши объекты в природе, я все-таки предлагаю применять среднефокусные объективы, стандартные. Это обычно от 70 до 100 миллиметров. Особенно хорошо, как бы это ни удивительно, подобные объективы фокусным расстоянием от 70 до 100 работают на округнутых камерах. То есть на тех, которые не являются полноразмерными, не фулл-сайз, не 24 на 36 миллиметров, а формат IPS-компакт, они становятся чуть более длиннофокусными. И мы можем с достаточно комфортного расстояния наблюдать за нашими героями. А они живут там своей жизнью, как в данном случае, как вот эти вот жуки-олени. Если бы я применил объектив более длиннофокусный, мне бы сложно было собрать композицию в кучу, то есть чтобы резкость была и там, и там на всех объектах. Если бы я применял широкогольный объектив, то они бы меня испугались и прекратили заниматься своим делом. Поэтому если мы думаем о покупке макрообъектива, то я бы посоветовал в качестве универсального решения купить объектив 100 миллиметров. А уж какой фирмы, дело ваше, но есть некие отличия. Есть конструкции объективов, в которых передняя линза выезжает при наведении на резкость. Это в просторечии носит название хоботных объективов. Обычно у них превосходное оптическое качество, потому что они построены по классической схеме. Но вот это движение вперед-назад может получиться так, что вы снимаете какой-то объект, а линза вдруг на него наезжает, ему это неприятно, он это боится. А объективы с внутренней фокусировкой, у них есть немножко более сложная конструкция, у них оптический блок фокусировки находится внутри, объектив не меняет своих геометрических размеров, скорость фокусировки быстрее, они бесшумные, но там есть некие компромиссы по части и качеству, и реального фокусного расстояния, которое в принципе нас не поглазать не должно. Ну, здесь тоже иллюстрация подобных процессов. Есть такое интересное насекомое. Это ничего так, никто это, при слове навозник, никого не подташнивает. Есть такой единственный у нас в России жутнавозник, который не имеет отношения к навозу, а питается свежей травкой весной, самой-самой нежной и сочной. Он ее режет, режет, потом скакивает в шарик, загребает и засовывает в норку. Вот в этот момент как раз здесь изображен крафчик-головач, выходящий из норки. Для того, чтобы его снять, потребовалась довольно сложная система освещения, но объектив 100 мм помог мне не вплотную приближаться к нему, он меня не пугался и делал свое дело достаточно хорошо. Сейчас. Те же самые иллюстрации, в смысле иллюстрации возможностей объективов 100 мм. С одной стороны они обладают достаточно красивой зоной размытия, то есть мы можем размыть задний план, с другой стороны они достаточно компактны, легки и довольно универсальны. Но не только, но не только насекомые. Маленькая сова-сплюшка, размер ее, высота ее всего лишь вот такая. Она обитает у нас в России, преимущественно к востоку от Москвы, хотя в принципе и встречается не далеко от нас. Эту сову я снял в заповеднике Галечья гора в питомнике. У меня была цель, передо мной стояла, сделать съемку сов, но птицы, они невольные, они в питомнике находятся за сеткой. Пугать их и открывать для меня клетку было не очень хорошо, поэтому я решил, как мне вот снять взгляд этой совы. Я решил снимать через сетку. Думаю, чем же снимать? Большим телеобъективом с вот такой вот линзой неудобно. И тогда я вспомнил, у меня же есть макрообъектив, у него диаметр позволял мне легко пройти через сетку. И вот в таком случае тоже мне помог макрообъектив, сделал такой снимок, который был востребован. Теперь мы перейдем к, как бы сказать, к моим любимым фокусным расстояниям, моим любимым объективам. Их на самом деле не так много, они достаточно дороги, но их фокусные расстояния позволяют творить чудеса на самом деле. В какой-то степени это телеобъективы с прецизионной точкой наводкой на резкость, и имя можно снимать через какие-то пространства, через какие-то объекты. Это очень популярный сейчас прием, боюсь, что через некоторое время он будет низведен до уровня штаба, но тем не менее это интересно. Здесь вот росянка английская, это такое болотное растение, которое является хищником и лодит насекомых своими клейкими, листочками, снято через траву. Казалось бы, многие, казалось бы, что снимать через что-то, какие-то объекты нельзя. Но именно вот передний план, вот такой вот размытый, он создает нам некую лаву и рассказывает о, ну, какую-то историю об этой рассядке. Там есть, естественно, и другие снимки, но я вот привожу этот в качестве примера. Как можно использовать длиннофокусный объектив? Работа, естественно, идет почти на полностью открытых диафрагмах, то есть это 2,8, 3,5, 4, но, наверное, дальше нельзя, потому что если мы будем зажимать дальше диафрагму, у нас передний план начнет собираться и разрушить нам всю нашу картину. Работа длиннофокусными объективами обычно сопряжена с съемкой со штатива. Объясню, почему. Вес этой конструкции достаточно велик, поэтому естественное дрожание рук при макросъемке, оно имеет очень большое влияние, поэтому все-таки использование штатива в подобной съемке, оно не то, что оправдано, оно просто необходимо, а удобное кольцо позволяет нам быстро менять ориентацию объектива. Это очень важно при работе для журналов. Почему? Потому что журналам требуется как горизонтальная, так и вертикальная компоновка кадра для правильной компоновки страницы. Да, и еще тоже интересная ситуация. При работе с длиннофокусными объективами желательно использовать так называемую систему Live View, то есть фокусировка по экрану с увеличением, потому что, к сожалению, камеры пока не могут точно уловить вот эту идеальную грань, идеальную точку резкости и лучше ее контролировать, так сказать, своим глазом вручную. Опа. 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 Опа.